Сейчас принесут вам план того, что я рассказываю, все получат. Вот, и о мысле, конечно, Оля, что до нас мы вошли в труд очень многих поколений. И мы несем на себе отпечатки этого. По крайней мере, вот очень многие мысли стрегольников, какой должен быть пастырь, по-моему, мы принимаем это, это серьезно для нас. Это у нас просто церковь рушится, в отличие от... Вы знаете ли, какая-то бабушка, православный храм там у нее в деревне, умер священник, и она говорит, прислали бы нам кого-нибудь, хоть какого-нибудь, но только чтобы не пьяница был. Понимаете ли, предел мечтаний, чтобы не был пьяница. Ну, понимаете ли, ну, у кого у вас пастырь и пьяница? Ну, есть такие пастырь и пьяницы? Ну, только птицов надо засылать. Ну, нету. Теперь, пожалуйста, в Европе я много поездила, у нас нет. И это очень глубокие корни, что это несовместимо. Это убеждение, которое выстрадано, за которое люди жизнь отдавали. Пастырь не смеет быть поставлен на мзде, быть корыстолюбивым, быть пийцей, быть бийцей. Он не смеет быть, понимаете ли как? И люди уходили из церквей из-за этого. Вот. Так что мы серьезно к этому относимся. Дом рушится, церковь рушится. Мне осталось вам сказать немного про эти... Это значит эпоха Ивана Грозного. У тебя, наверное, каша, потому что мы эпохи не обозначаем. Все эпохи у нас идут по князьям. По князьям. Вот с тревоги, видите, там неизвестно, что. Это как раз время было, когда Москва только образовывалась, еще Новгород не кончился. Вот был Новгородский период. А вот, например, вот это, вот это Иван Третий. Новгород Московский. Новгород, да, просто Московская. Причем Иван Третий поддерживал вот этих реформационных движений. У него были большие проблемы с... Я не могу обойти внутрь Москва. Я советую, это не секретарское движение, просто занимаю эту часть пока. Я должна сказать вам, стяжатели и не стяжатели, в это дело вклинились еще... Вклинилось еще вот это движение. Это такое важное движение, Новоросско-Московское. Почему реформационное движение поддерживал Иван Третий? Значит так, нужно найти мне Белое озеро. Вот вроде бы это Белое озеро. Кирилло-Белозерский монастырь. А около Москвы Волоколамск. И под Москвой Иосифово-Волоколамский монастырь. Эти два монастыря стали противоположением двух разных типов русского благочестия. Кирилло-Белозерский монастырь – не стяжатели. Это люди, которые... Это монахи, это православные. Это движение внутри православных. Не стяжатели очень нам дорогие и близки. Они говорили, нельзя хапать, не должно быть крепостных крестьян, нельзя владеть землями, нельзя иметь богатые монастыри. Надо молиться, помогать людям, надо Библию знать и пребывать в созерцании Бога и в молитве Богу. Они верили, что можно всю Россию преобразить, если будет все время идти постоянная молитва. Знаете ли что? Правильно они говорили. Правильно они говорили. Вы... Ну, я не знаю, насколько вам рассказывали Гернгутов, барашки братья, у которых была 100-летняя молитва. Я рассказываю еще. Это общая история. Это реформация. Понимаете ли, в Германии братья, бежавшие из Моравии, нашли приют у немецкого значит, графа Сенцендорфа. И у них была 100-летняя молитва. И они молились, и у них за 70 лет 300 миссионеров по миру разошлось. Начало миссионерского движения. Они не поддерживали ни одной копейки. Они непрерывно молились за этих миссионеров. И Бог благословлял их. Это сила молитвы. В другое время, позднее, через 100 лет после них, группа баптистов начали молитву, что если так дело будет продолжаться в нашем баптизме, то мы превратимся в навозную кучу. Ничего не движется. Ничего не делается. Никаких нету прорывов в служении Богу. И они начали молитву. Сами друзья. Ежемесячно встречались. Они молились 7 лет. В итоге родилось баптистское миссионерское общество. Кэрри поехал в Индию. Фуллер его поддерживал здесь, в Англии, объезжая все церкви, читая его письма, собирая сообществование ему там на печатание. Печатать миссионерство можно без ничего. На печатание нужны эти деньги. На печатание книг. И он поддерживал возбуждал интерес к нему и возбудил очень многих других миссионеров в другие страны ехать. То есть все задвигалось. 7 лет молитвы. Понимаете, я совершенно святого доверяю. Неизбиратели правильно думали. Молящиеся. Понимаете, люди, которые их даже не видали, знают, там молятся. Там молящийся монастырь. Там братья молящиеся. И за них оказывают это какое-то действие. Вы знаете, какое-то действие оказывает. Ну, Бог верен. И, в общем, вот такое было мнение. Это вот у этого Белого озера Кирилла Белозерский монастырь. Руководитель Нил Сорский на реке Сорки. Вот этот молитвник первый, начало все положил. А вот под Москвой и под Москвой и Москва и Москва и Москва то найдут и потеряют Москву. Вот Москва. Так вот, там был Иосиф Волоколамский. Волоколамск, значит, там был Иосиф, настоятель Иосифа, который говорил, церковь и монастыри православные должны быть богатые, крепкие. Там должны быть, значит, и он наставление давал, как тебе молиться? Стой! Руки свои стисни, ноги свои смежи. Нет, это очень смежи, а ноги, в общем, так вот, вот так молись, и так с той часы, чтобы все видели, какое великое благочестие твое, и чтобы богатые земли, и на землях работают эти самые ненаемные, как они, крепостные, крестьяне, власть, вот такое два типа, и отношения, и у них, они столкнулись на соборе 1503-го года, когда и кончилось все это движение, потому что тут же умрет этот Иван III от расстройства, умрет, потому что его душа будет лежать не стяжателем, и к тому же для государств очень полезно, если земли монастырские будут государственными. А ну вот, ну а эти стяжатели, они ему в уши говорили, в аду гонять будешь, князь, ты, и он от расстройства умер. Но вот был собор 1503-го года, где по двум вещам был собор, они столкнулись по спору, что является авторитетом для церкви, для верующих, авторитет, авторитет Библия для нестяжателей, да, а для нестяжателей авторитет, значит, много, там, предания и документы всевозможные, там очень много авторитета помимо Библии. Третий вопрос был, как относиться к ритикам, нестяжатели говорили по Библии увещать, нестяжатели это как Геннадий говорил, для того только учили собор, чтобы их жечь и вежать и, а разговоры с ним не разговаривать. Они поняли? Я эта позиция победила. Победили стяжатели, победили тех, что жечь и вежать, и те, которые авторитет Библии и там много-много других документов. Понимаете меня, да? этот собор сделал невозможной реформацию в России. Для реформации нужно ведь известные какие-то свободные отношения. Если жечь и вежать, и какая реформация? Поэтому вот этот собор он сделал невозможной реформацией. Так что вот это Новгородско-Московское движение выведется потом в этот собор и на соборе будут приняты вот такие решения относительно авторитет и относительно отношения к иритикам. Вы чувствуете, какие великие вещи происходили? Но там много что, очень много происходит, все не перескажешь. Просто я хочу сказать, что очень большое движение это было, вовлекло очень много людей. Максим Грек был связан с нестяжателями. Максим Грек ученик Савонаролы. Савонаролы вы знаете или нет? Вот и он оказался энциклопедически образованный человек в нашей дремотной Москве. Человек, который знал об открытии Колумба, как он Америку открыл. Уже о возрождении известно, о Савонароле. И он приехал в нашу спящую Москву по приглашению князя Василия. Князь Василий будет третий после Ивана Третьего. Ну и он пригласит его со всеми почестями исправлять псалтирь. Апсалтирь он будет исправлять, много ошибок будет в этом, найдет. Все будут шушукать православные. Он русские книги объявил неисправными. Вот какой, дескать, злодей. вот. Ну и князь его защищает, он ничего не может сделать. Ну а потом и друг у него верный появился, боярин бывший, Масьян Патрикеев. Вместе они занимались этими переводами, кто-то помогал переводить. Это все за нестержателей. Ну и потом дело кончилось плохо, потому что Василий решил разводиться со своей бездетной женой Соломонией, жениться на молоденькой полячке Елене Клинской и заточил монастырь свою Соломонию. И Максим Грек сказал князь, это так не будет поступать. И тогда князь Василий снял с него благодеющую руку, на него набросились православные церковники и заточили его к стяжателям в монастырь, к тем, против кого он поступал. И друга его Васяна Патрикеева. Васяна Патрикеева написано «Уморили презлые осихляния». Уморили презлые осихляния. Дымом или голодом или как уморили. Да, а этот просидел много лет. Ему в предписании было запрещено писать и мыслить, чтобы он не мыслил там. Знаете, что, я не рассчитываю, что вы все запомните, но вы поймете, что было слово стяжатель и не стяжатель. И много с этим связано. В частности, Максим Грек Васян, Патрикеев, блестящий журналист того времени. Очень много наследия богатого оставил. Он был уморен этими осихлянами. Ну вот. И дальше реформационные движения, которые знамениты тем, движения, что очень много людей вовлечено. Вы понимаете даже историки говорят, сейчас люди везде сумнятся и все о вере пытают. И пытают это не у православных, а у еретиков. Вы поняли? Вопросы о вере все много имеют. Но вопросы задают не православным, а еретикам. Они отвечают интереснее по Писанию, как-то более надежно и верно. И вот в таких вот сомнениях что такое происходило. И здесь целый ряд людей, просто я имена назову, чтобы вы знали, что тут было очень много людей. Был боярин Матвей Башкин, который приходил к своему священнику. Вот это грозовое время, все происходило при Иване Грозном уже. И приходил он к своему священнику там, в Москве, в Благовещенскую церковь и говорил, батюшка говорит, а почему это такое? Господь велел нас, чтобы мы ближнего почитали своего выше себя, а мы крестьянами владеем. Откуда такое правило, чтобы крестьянами владеть? Ну, батюшка не знал, чего отвечать. Потом он приходит и говорит, батюшка, ведь написано, что должны быть некорыстолюбивые и не пьяницы священники, а у нас-то какие-то батюшка опять не знает, чего отвечать. А он опять с вопросами приходит. И, в общем, так он ему надоел, что он пошел и пожаловался царю Ивану Грозному, Матвея Башкина, что приходит с вопросами. Ну, царь сначала не среагировал, но Башкин сделал ужасный шаг. Матвея Башкин отпустил своих на свободу крестьян, боярин отпустил на свободу своих холопов. Тогда его Иван Грозный велел цепи заковать и бить, и мучить, и спрашивать, а что он своих крестьян холопов отпустил на свободу? Это же положено, это отпустил на свободу, это он рушит основание всего строя, которое построено на собственности этих крепостных. Вы понимаете меня, да? И он его бил, Абашкин, поднимая свою дрожащую бороденку, голову, говорит, Христос не то заповедовал царя, нельзя жить не так, как Христос говорит, нельзя иметь, владеть людьми, нельзя жить в неправде, правда насильнее. И в общем его сожгли, но его вся известность тут и началась, потому что все стали пытать, какие от него тетрадки, и какие тетрадки ходили, и дальнейшие все вот, вот у меня вся Россия, видите, вот иконы черточками, это все там, где возникали различные сектантские движения, вы понимаете, они все питались, кто тетрадочками Башкина, кто какими-то последними словами, там допустим, Нила Сорского, кто, ну то есть люди питались этим, где настоящая вера. Вот я в своей книге начинаю, я начинаю с этой, с цитатой Калева, понимаете ли, он говорит, можно с уверенностью сказать, что более благоприятной почвы для посева семян Евангелия трудно найти в истории христианства, православие породило в русском народе великое богоискательство, какого не знал и не знает ни один народ мира, ищут Бога, потому что нигде его нету, вы поняли, ищут, потому что нету его, о нем никто не говорит, пойдите в храм, что вы там видите? Вы там не видите Христа, лик Христа скрывается, столетиями скрывается от русского народа, поэтому богоискательство. Вот они начали, православие покрыло русскую землю тысячами монастырей, эскитов, в которых искали спасение своих душ около ста тысяч монахов и монахинь, но на одного не давало православие русскому народу знание Библии, а пытливый ум богоискателя не может быть удовлетворен великолепием храма и службы в нем. Понимаете? То есть вот искательство ищут, спрашивают, а ты что слышал? А мне говорили, вот мой ядя видал, как его барин едал. Понимаете, где-то слухами что-то такое. Вот, поэтому много слуха было об этом Адвее Башкине. Но это было время очень бурное при Иване Грозным. Ведь это самая-самая реформация шла. Иван Грозный начал Прибалтику. Он хотел выхода к морю. Вы читаете, помните по школьным учебникам вот это Эстония, Латвия, Литва, да? Что Иван Грозный хотел выйти к морю, потому что Россия запертая вот континентальная страна нужен выход к морю. Но нигде в учебниках не написано, что у него был советник иезуит, который хотел его руками задушить протестантское движение при Балтике. Понимаете? То есть вот эти подоплеки. Вы понимаете, мы сейчас находимся в кризисе преподавания в школах. Мы не знаем, как преподавать историю и литературу. Почему? Потому что они были насквозь идеологичны. Литература показывали, что она вся готовила революцию Великую Октябрьскую. Историю показывали, что она вся шла к этому. Теперь, когда выяснилось, что мы получили пшик и шли не туда, нам что, что нам делать? Надо историю на помойку и литературу на помойку вообще все выбросить? Надо запомнить. надо запомнить. А идеологии нету. Идеи-то нету. Вы понимаете ли, что это специально сделано, что сугубо экономически нужно было для России выход к морю. Но всегда под этим вот есть огромные религиозные основания. Антонио Пассивино звали этого посла. Иезуита. Иезуита. Иезуита, да. Орден. Орден. Это меч контрреформации против протестантов. В Афанции нет. Вот. Италия, Ииспания центры иезуитизма. Сам он был Лойоло этот офицер. Да. Ну, понимаете ли как? И вот его руками хотели вот это вот захватить. И интересно, что многие тогда это понимали. Значит, там был помимо Матвея Башкина в реформационных движениях, там был это он боярин Матвей Башкин, Матвей Семенович Башкин. А был еще холоп Феодосий Косой. Феодосий Косой беглый холоп. Очень радикальная проповедь у него была. Тоже авторитет только Евангелия против разделения людей на холопов и на этих князей, что Бог создал людей всех равными. И он тоже свой поступок. Он женился на еврейке. Это было невозможно в то время. Вот он женился на еврейке, потому что это Божий человек и Бог одинаково людей создал. И нету у Бога разных национальностей. У него был брат Фома Косой, который был дивный проповедник Евангелия. И оба они бежали в Литву. И русские вольнодумцы в Литве организовали молитвенные протестантские дома. Фантастика, да? И когда Иван Грозный взял Литву, он повелел привезти к нему проповедника Фому и утопить его во глазах. Понимаете ли, его руками иезуиты уничтожали протестантство в этих странах. И вы знаете, что тут сильное и католичество и слово с протестантизмом было после страшного уничтожения вот этого разорения. Оно как бы на убыль пошло. То есть вот такие вот подоплеки. Ну и наконец Иван Федоров и я на этом закончу сегодня. Что? Я хотел по поводу того, не занимаемся ли мы тем же самым, чем занимаются православные. То есть они там прятали вот этого Захарию там, а мы не вытягиваем, то есть они эти факты наоборот прятали, а мы не делаем, что из какого-то маленького факта раздаваем большой. Как действительно такие евангельские баптисты там все на свете баптисты еще нет. Нет, ну я это в кавычках баптисты, то есть регольники то есть равно баптисты. Мы это делаем получается так. Не натягиваем не этого радостного. А не уменьшают, а мы можем натягивать. в кавычках не равен Христу, но я в кавычках не не ничего не делаем, а по-моему это правильно. Да, мы берем и вот так показываем, потому что он был совсем задушен. А нам вот так он был. Есть такие стихи Некрасова. Мы ломим звуки одобрения не в сладком роботе толпы, а в диких кликах озлобления. Это тоже я делаю. В диких кликах озлобления я находила эти какие-то одобрения. Понимаете ли? Потому что мне нравится, как вел себя Босян Матрикеев на суде, где читала рассказы об этом, или как Захария отвечал. Мне нравится, как лютеранский пастор написал, как неведомые подпольные церкви его навестили, повели себя так, как повели бы вы. Навестив, вы первым делом Божьим словом почитали бы, потом вот нужду какую-то теплом согрели бы, деньгу бы дали бы. Деньгу, видимо, не свою, возможно, община собрала деньги для них, потому что два ремесленника могли там порублю дать, а, наверное, доброй деньгой написано судили. Значит, они принесли деньги, которые община собрала. Подпольная тайная была. И он так пишет, по обстоятельствам тайная Бор Христова церковь. Поэтому я, если бы у меня не было никаких данных, только это письмо, я бы задала вопрос, а с чего это в Абскове? Я бы стала искать. Там что-то должно было быть. Не на пустом же месте вдруг появилась эта тайная церковь. поэтому да, да, правильно. Я ищу и показываю и рассказываю, понимаете ли, чтобы то, что усиленно спрятывалось, да, чтобы оно во внимание приняли. Потому что у меня студент был, который слушал этот курс и говорит, надо же, говорит, а я думала, у нас приехали американцы, сделали церковь, только тут все началось. с 90-го года. Да, с 90-го года. Понимаете, ну так же не должно же быть. И он простодушно так сказал, а я бы думал так. Студент. Поэтому, вот чтобы так не было, так я и говорю, что много чего было. Мы никак не можем приравнять их к познанию тому, которыми мы с вами обладаем. Но мы с вами тоже не всем обладаем, как вы думаете. Тоже не все знаем, но больше, чем они. Но вот они на своем уровне вот так вот идут. Поэтому я и говорю, есть это, я назвала весь этот курс богоискательства. Ну, правильно, это богоискательство. Вот. Но вот Иван Федоров это было гораздо уже серьезнее, основательнее. Это наш реформатор, который не вступал ни в какие споры и ни в какие конфликты. Его задача была, он понимал так, Божье слово, как семя по свету рассевать. Божье слово по свету. Это все при Иване Грозном. Вот. И началось с Ивана Грозного. Дело в том, что Иван Грозный взял Казань, взял Астрахань, озаводились большие территории, пустые, там нет православных храмов. Нужны православные храмы, нужны Библии, нету Библии. Служить-то почему-то надо, уж какая там Библия. Богослужебных книг нету. А Иван Федоров, так в совпадении, как раз к этому времени Иван Федоров занимался ужасно, его интересовали буковки печатать. Он слышал, что где-то есть станок, он его не видал. Но он, знаете, самоучкий. Он не знал, что там есть, он сам изобрел эти литеры, он изучил, как эти, как называется, специальность, которая занимается плавкой металлов. В общем, он это изучил, он изучил, потом, значит, резьба по дереву, потому что эти деревянные доски он красил и делал нарядные заставки. И, в общем, вот, Иван Грозный об этом узнал. Позвал к себе мастера, а можешь ты, а я тебе все дам. И прямо там в Благовещенском соборе отвел ему там печатню, дал ему мастера, дал ему денег, дал, только вот, чтобы ты мог напечатать Библию для этого. Не хватает Библии. А потом его взял, знаете, из каста, взял его на экскурсию в Кремль и показал ему комнату, где был сундук, а в сундуке были всякие редчайшие рукописи от руки, конечно, итальянские, там, французские, истории, вот, и вот потом все будешь печатать. И до сих пор этот клад ищут. Где библиотека Ивана Грозного? Есть свидетельство, и свидетельство Ивана Грозного, этого, Ивана Федора в том числе, что он сам видал. Не нашли еще этой библиотеки. Ну вот, а Иван Федоров в первую книгу 1564 год сначала у нас книга «Печатание». Он напечатал «Апостол», это «Деяние апостолов», первая книга, он напечатал ее первое, без единой опечатки. Так благоговерно, трепетно, без единой опечатки. Он букву каждую пробовал так отлить, пробовал это как отлить. Он хотел, чтобы низ буковки был толстенький, а верх тоненький, чтобы у нее был устойчивый вид в глазах, чтобы буквы не прыгали в глаза. Вы знаете, это столько секретов есть. Одну книгу легко читать, а другую не можешь. Либо прыгает, либо расплывается, либо там тоненькие линии все, а он устойчиво, и он делал широкие поля, потому что поля снашиваются в первую очередь от листания, обрезал и новая книжка. Книга большая ценность, ее ты сто книг не купишь. И вот он делал широкие поля, чтобы подрезал и тебя новая книга опять. Переплет, как он долго эти искал доски, картинки, чтобы они подходили как-то вот к тому божественному содержанию, как он вырисовывал заглавные буковки, тоже цветные там эти делал доски. Ну, понимаете, это было труд для Бога. И он попал опять в такой момент. Там был удачный момент на царях, а потом был неудачный. Царь решил делать обличнину. Он подозревал бояр в том, что они умертвили его любимую жену Анастасию, отравили. Он решил истреблять их, ему нужно было особое войско для этого. Он удалился в монастырь, сказал, что он выходит в царство, народ его умолял, он согласился на том основании, что ему дадут обличнину. В общем, там своя каша. Царю не до Ивана Фёдорова, а его стали травить православные, потому что говорили, что станок это дело дьявольское. Надо рукописной книге. А на станке печатать священное писание, это дьявольское дело. И Иван Фёдоров, спасая свою жизнь, должен был убежать. Там он написал об этом так. Безобразие царя лепотнее прикрытие молчанием яко лепотнее, красивее, лучше. То есть он не стал нигде жаловаться на царя, а он прикрыл его безобразие как ризою молчанием. Понятно, да? Очень благородно. Ну вот. И значит, прикрыл его. А сам говорил, что он должен был убежать от священначальника и учитель, это такие окончания были в то время, от их зависти, от их злобы, должен был убежать. Он не вернется никогда на родину, никогда его книги, он будет печатать всё, западная Украина, Белоруссия, западная Украина, Львов. Во Львове он совершил подвиг в последнее самое произведение «Дело всей его жизни». Это Библия. Очень трудно для Библии было найти подходящий список. Он совершил путешествие в Болгарию, а Болгария под властью была турок, а в монастыре православном хранились все рукописи ещё Кирилла Мефодиевской традиции. И он совершил путешествие в Рильский монастырь в Болгарию, чтобы получить эти рукописи. И монахи, которые православные, которые под страшным давлением, да, это сладостные православные, вы поняли? Турки кругом их гонят. Так это один мёд. Они его любовно приняли, они ему с ним, с петухов и до темноты с ним сидели, читали, разбирали, собирали, у него ещё получилась самая прекрасная Библия Ивана Фёдорова издана во Львове. И он вскоре и умер в страшной нищете, осаждаемой кредиторами, нету денег. То у него был спонсор, а потом спонсор отказывал. Один из спонсоров сказал Ивана Фёдорова, что ты мечешь тебе, давай я тебе дам деньги, купишь хатку себе, земли там будет и безбедно проживёшь свою жизнь на своей земле. А он ответил, мне должно семена по свету растевать ради братьев, ради ближних моих. Он понимал, что ему нужно быть вот таким миссионерам. Ну, миссионерство тоже, да, печатано. Мне должно пищу духовную всем людям по чину давать. То есть кто по чину, ну, кто, сколько может этой пищи воспринять, он должен пищу людям давать. Вы послушайте, какая личность этот Иван Фёдоров. Чтобы когда у него не осталось никого, покровителей, там отказывались почему. Вы понимаете ли, все помогали, в том, что и крестьяне бунтуют, реформация идёт, крестьянские войны там идут, боятся этого протестантизма, а сделал, а он протестант. Дело в том, что он написал, среди, вот между вот этим, между этими я пропустила, там было такое учительное Евангелие, это то есть с комментариями Евангелия, с протестантскими комментариями Ивана Фёдорова, учительное Евангелие. Ну, вот, там были эпизоды много таких очень жалостных эпизодов его жизни, потому что, чтобы заработать деньги, и зная литьё, опыт называется, литьё, когда буквки делают, зная литьё, он пытался предложить королям в Европе пушку отливать, которая будет вроде наших котёв, много стволов, одновременно будет стрелять, эти короли были очень заинтересованы, просили показать и просили подарить. И денег у королей в кармане ничего не было. Поэтому, значит, так, вы понимаете ли, что, вот какой Иван Фёдоров, и поэтому вот так вот он умер в нищете, его оставил его друг Мстиславец, сказал, что он не может такие удары судьбы выносить вместе, его оставил родной сын Иван, потому что отец, я женился, мне нужно семью задержать, и дитя у нас вот есть, я не могу зависеть от твоей судьбы такой, кочевой. Он один остался, все оставили друг, и друзья, и покровители, и вот сын, и вот он всё-таки эту Библию напечатал, своё дело сделал, и потом Бог его взял, понимаете. Это очень интересная история Ивана Фёдорова, который не участвовал в мятежах, понимаете ли, не был революционером каким-то, понимаете ли, но он был реформатором и миссионером, и что хотите, любое слово скажите, понимаете ли, будет к нему правильно, такой евангельский был человек, Божий человек был, как в то время говорили, Божий человек. Ну вот, и так, что на Иване Фёдоре вот это революционное движение заканчивается, а дальше приближается вот этот вот великий раскол, и начинаются сектантские движения. Про них мы, про раскол будем говорить завтра, но я, чтобы вы ушли окрылённые. Исход из православной церкви был двумя потоками. Значит, вышли оттуда поповцы и беспоповцы. А я не зря пишу поповцы внизу, а беспоповцы наверху. Это север и юг. Потому что беспоповцы, потому что беспоповцы, куда они двинутся? Они двинутся вон сюда, где Белое озеро, где Новгородская республика, где Шукозера, Выйкозер, Тихос где-то должен быть. Вот туда. А поповцы двинутся в Среднюю Россию. У них в центре будет Рогожское кладбище в Москве у старобрядцев. Поповцы это старобрядцы. Они сохранят попов, сохранят свои старые книги. Это очень интересный народ старобрядцы. Очень, как вам сказать, они другие, чем православные. Они очень искренние, они очень крепкие в вере, они очень смиренные в обращениях. Однажды пришел молодой человек и предложил моим студентам рассказать о старобрядчестве, лекцию прочитать. Я его пригласила, согласилась, он песни принес. И знаете, он так мило, так смиренно говорил, так трогательно как-то очень я недостоин был это понимать и знать. Похвалил Зиньковского, на основании которого изучали старобрядчество. Вот. А митпоповцы это страдальцы. Потому что они от того ушли, а к чему? Они отридули обряды, они отказались от попов и от иерархии. А как и они пошли только Духу Святому верьте. И у них песня такая есть. Ты только постарайся душу свою голодной не оставить. Ты постарайся душу свою бедную напитать. Еще от них осталась поговорочка церковь не в бревнах, а в ребрах. Вот такие кусочки беспоповцы. Это так называется беспоповцы. А тут было очень много. Тут были божьи люди, тут были христоверы, тут были духовные христиане, тут были, я не знаю, там очень много. Они потом сложились в духоборчество. Духоборчество. Их обвиняли православные православные кто-то швы с духом цветы боретесь. А они говорят нет, мы не с духом боремся, а мы духом против всякого зла боремся. Они приняли это название. И вот духоборчество началось и здесь. 300 лет в 1966 году на каком-то форуме мира, защиту мира выступал духоборческий руководитель и говорил за 300 лет духоборчества. Я так 300 лет он говорит, какой-то год 1966, не 300, сколько будет. То есть сами они ведут себя от раскола духоборчества. Верегин говорил, да? Верегин. Ну вот. Ну, а духоборчество в 1775 году одеется Малакане. А делится Малакане, потому что говорят, почему вот сейчас? Почему не раньше? Дело в том, что появилась Библия. У духоборов не было Библии. Библия была руководителем того, который был до этого руководителем. То есть вот так вот. Библия была где-то вот. Ну и вот в Библии они без Библии живут. Петр Первый приказал Библию перепечатать. А эти все жмутся, боятся опять новой раскопки. Печатаешь, опять там что-то не так будет. Не знаем сайт, по каким спискам, все, не напечатали. Катерина Первая запечатать Библию. Они опять жмутся. Анна и Анна, запечатать Библию. Они опять не соглашают. Потом появилась дочь Елизавета Петровна и сказала, что это такое? Так стукнуло кулаком и напечатали Библию. 1750 год напечатали Библию. Представляете, сколько ехало времени? 1750 год. Это Петровская и Зависинская Библия называется. Петр ее приказал. Только Елизавета смогла ее напечатать. И вот появилась эта Библия и появились тогда молокани, которые говорят, мы, конечно, верим Духу, но мы должны все проверять в Библии. Божьим Словом. И мы питаемся чистым молоком, молоком Божьего Слова. Молоком. Ну, их обвиняли, что они молоко в посты пьют, поэтому молоками, что они на реке Молочной живут, поэтому молоками. Но они сами говорят, да, мы молоками, чистым молоком Божьего Слова питаемся. Понятно? Вот они отделились от них молоками, а с молоками баптисты. Все наши руководители были молоканами. Ну, вот, эту книжечку написала моя мама, она молоканка, и она первая повесть маленькая, это очень трогательное повествование, исповедь такая, молоками, о молоканах, о том, как, это же кто же будет мне, это если отец, ее отца, это будет кто же, прадедушка, да, как его сачгли за веру, еще времена помещика, понимаете ли, он сказался, кланяться. Там где-то в Павловских губерниках было. Да, на пол это все дело было. Понимаете ли, в общем, вот, все наши праханов из молокан, павлов из молокан, жестков из молокан, мозаев из молокан, в общем, молокане наши предшественники. И мы от них очень много взяли, и по устройству церковному, и по болгарскому блогию. У нас есть чудный брат, пишет диссертацию вероисповедания баптистов. Для этого он взял молоканские исповедания, каргельское, прахановское, там, павловское, это, гамбургское вероисповедание. Я никогда не думала, что это так интересно. Можно будет еще адмонат собирать. Вот, что мы учитрились с нашим русским благословием и от бабушки уйти, и от я имею ввиду и от кармина, и от арминия. Все, мои дорогие. Спасибо. Продолжение следует...